И снова здравствуйте, всем привет. Итак, значит есть у нас локация какая-то и значит нам понадобится добавить какое-то небо. Допустим, ночное, закат, потом дневное небо. Как это можно все дело сделать? Итак, в качестве конспекта давайте законспектируем это значит дело, потому что эта информация значит у меня вылетела из головы. И спасибо моему другу, что он помог это дело настроить. Давайте все это дело, как говорится, на будущее законспектировано, чтобы больше не забыть. Итак, нам понадобится значит кумпал небо. Можно конечно HDRI карту там добавить, там еще много вариантов, но вот этот мне больше нравится. Итак, добавим сначала screencastkey, чтобы вы видели, что я буду нажимать опять же. Сочетание клавиш shift-a, добавляем mesh, добавляем куб и куб вот у меня локация большая. Давайте сейчас это дело пока аж английское скроем. Вот такой получается куб. Выберем его и значит нам нужно теперь добавить... Итак, выбираем куб. Нужно сделать из куба сферу. Кто-то скажет, возможно, что можно взять просто вот UV-сферу, ико-сферу и в принципе с нее сделать. Но там проблем чуть-чуть есть с сеткой, да? Чуть-чуть там неинтересно это дело происходит. И вот этот вариант более-менее мне понравился. Значит, добавляем модификатор subdivision surface, и вот у меня пропадает куб. Если у кого-то не пропадает, ну, не бойтесь, словом, вот его нет. Следом добавляем cast, и у нас он появляется. Не вопрос. Вот такой он кривоватый. Давайте его подразделим чуть побольше. Много не надо. И теперь, значит, файл apply применяем. Все это дело сверху вниз, и потом cast, чтобы он не исчез. Итак, вот у нас получилась сфера. Так, смотрим, какая у нее, видите, сетка. Сфера совсем другая, нежели, допустим, у икосферы и у ювисферы. Там чуть-чуть рисунок может, значит, плохой быть. Итак, нам теперь понадобится его выбрать. Нажать shader smooth, сгладить. Зайти в edit mode. Выбираем с рентгеном. Вот так все это дело. Так, можно даже вот так, наверное. И жмем delete, вертексы. У нас остается пол сферы. Так, это дело есть. Теперь, shift alt. Нажимаем, выделяем нижний вот этот пояс. Значит, пояс ребер. И заходим в edge, нажимаем mark sim. Делаем вот эту отметку для развертки. Заходим в object mode. Заходим теперь в UV. Так, в UV-editor. Так, здесь у нас, значит, семерка на лампаде. Ну, здесь у меня другая, значит, стоит пока картинка. Так. Значит, можно новую текстуру сделать. Сейчас, как она тут? Давно я тут не делал ничего. Так, давайте сразу, наверное, английская A. Выберем вот эту нашу штуку. Во, пропала. И вот такая у нее получается развертка. Нажимаем on wrap. И у нас получается вот такой кругляш. Так, теперь следом в layout заходим. И нам нужно теперь добавить на вот эту штуку новый материал. Или тут его подключаем, делаем плюс. Вот, новый. Или тут нажимаем новый в этом, в шейдингах. И все нормально. Так, теперь add текстура, image текстуру добавляем. И получается у нас добавлением текстурки неба какого-нибудь. Можно накачать в интернете валом всего этого дела. Получается, значит, вот такой вариант облаков. Вот. Ну, я думаю, неплохое такое небо. Так, нормально. Ну, тут теперь другой вопрос. Смотрите. Alt H. Возвращаем нашу землю. Вот такая эта локация у нас по размеру. Чтоб тут можно было что-то делать. И персонажи были маленькие, да. Теперь, значит, нажимаем куб. S. И вот эту всю сферу натягиваем на нашу локацию. Зайдем в локацию. Видим, что немножко нужно сферу припустить. Можно сферу еще больше сделать. Это уже, в принципе, под камеру делается. Так, сфера есть, небо есть. Все вроде бы замечательно. Можно сделать кручение. Облака будут плыть. Можно еще покрутить, значит, текстурку. Что еще можно сделать? Но, когда мы переключаемся в другой вид рендера и добавляем, допустим, лампу, добавляем свет, солнце. Так, смотрим, где у нас солнце. Ставим его, допустим, на четверочку. Зайдем вовнутрь. Сделаем G. Так, надо еще найти эту солнцу, да. И солнце я здесь не наблюдаю. Где-то, а вот тут она где-то. А ну-ка, снизу, наверное. Сейчас найдем. Так, вот она у нас солнце. И мы его заведем, значит, в нашу локацию. Вот он. Так, теперь, если мы будем что-то тут крутить, вертеть, то получается, смотрите, 0 на нампаде, shift, f. Видим, что, значит, ну, как-то хреново это все дело реагирует на свет, да. И получается, если здесь делать рендер, делать какую-то, допустим, сценку, то вот, видите, я приближаюсь к свету, а свет от меня отдаляется. Свет появляется там. Небо освещено вроде бы еще нормально, но наполовину. И здесь какой-то рендер делать будет, темнота. Что можно сделать? Так, вот эту штуку мы сразу удалим. Сейчас я побольше вот эту поставлю, чтобы вы видели, что я буду ставить. Значит, добавляем эмиссию. Ставим вот сюда. Добавляем теперь mix shader. mix shader на, значит, смешивание. Теперь transparent. Transparent bsdf вниз вот сюда. И добавляем lift patch. Lift patch. Ставим это дело вот сюда. Так, вот эту еще можно приподнять. Значит, эту штуку на color. Эмиссию на низ. Transparent наверх. И вот этот camera ray ставим на fuck. Ну и это все подключаем на surface. Так, смотрим, что у нас тут произошло. Так, следом, значит, настройки материалов. Ставим здесь alpha hashed вот этот. И, значит, на низ тоже alpha hashed. Ну, если будет делаться ambient occlusion ставим и screen space, значит, reflection. Так, заходим, смотрим. Небо нормально выглядит. Так, теперь смотрим, как у нас будет влиять свет, значит, на нашу, вот эту локацию. Выбираем лампу. Смотрим, где она тут закреплена. Ну, вы видите, что свет уже освещает. Уже здесь можно делать какие-то события. Так, вот если что, можно отключать тени. Потом что еще можно делать? Так, G лампа выбрана, значит, G смотрим, где она плохо, что она тут все теряется. Так, так, так. Вон она, о. Так, и вот какой нам нужно район. Опа. Этот район мы освещаем. У нас появляются тени. Регулируем тут настройку света. Тут будет трава, тут будут какие-то события. Допустим, ну, если поярче нужно, то пятерочка, можно даже больше. и вот у нас горы, значит, с освещением. Если нужно свет, то можно попробовать его, значит, поставить где-нибудь G. Значит, в полдень там, или еще куда-то. допустим, вот можно делать уже вот таким вот образом закат. допустим, ну, там, допустим, R. Так, где она тут идет? Вот, восход солнца можно сделать, допустим, раз, вот, зашло. И в зенит его поднимаем, и вот теперь у нас по периметру в зените солнце будет везде. вот тоже настройка. Здесь можно побаловаться. А ну-ка, если поставить семерочку, вот, еще будет светлей. Вот так выглядят горы с тенями. Здесь еще можно добавить опять же все, что нужно для локации. Ну, и в принципе неплохо так все работает. Так, и теперь допустим 0 на нампаде. Видите, что Shift-F. Что у нас получается? У нас получается вот такой внешний вид. Вот если мы поднимемся, видите, так, щелчок, камеру чуть поближе. Камеру можно тоже настраивать, значит, панорамная ортогональная, потом у нас, значит, идет перспектива, вот, с перспективой. Если у вас появляется где-то черная вот такая штука вдали, то ставим, значит, на камеру побольше вот это, допустим, ну, 8000. Так, эта перспектива не подойдет, давайте панорамно сделаем. Так, 0 на нампаде, опустим, значит, чуть-чуть еще небо, G, и видим, что камера, черная вот эта края хватает, значит, на камеру нужно еще добавить побольше, вот эти на 50 можно делать локацию, вот, чуть поменьше, на 12, видите, камера больше берет объема, потом, что у нас тут еще, клип старт 8 километров, да, давайте 15 поставим. Так, что у нас с этой черной точкой? В принципе, ее быть не должно уже, даже при 4000 она должна скрыться, тут видно, тень вот эта падает, так, а ну-ка, уменьшим S кумпал, вот, и теперь G его поднимем, видите, что, значит, черного вроде бы, как бы, не должно уже быть, так, это у нас камера теперь передвинулась, Shift F в сочетании клавиш и идем на нашу локацию, ну-ка, вот, теперь все нормально, просто там падала тень и она значит, это все дело там отмечала, да, Shift F вот, неплохо, нормальная локация, так, это вот камера у нас работает, на сколько? На 12, можем чуть-чуть прибавить, тут уже покрупнее можно съемки делать, ну, 50, 50, 50, так, теперь Shift F и можно удалиться куда-нибудь вдаль, так, это вот таким образом, но, видите, теперь у нас облака перекрывают, обрезают горы, так, если мы чуть-чуть прибавим, у нас появляется вот эта черная фигня, так, смотрим, где у нас что и как, да, вот, видите, нарезка идет, а ну-ка, перекроем в эту сторону, так, 0 на нампаде, и вот уже, в принципе, более-менее нормально, но, теперь вот эти черные, как их, черная фигня будет появляться, да, так, панорамная миллиметры фит, без разницы, да, метод тыка никто не отменял, так, это 15 ставим, а ну-ка, на 5000 метры, что тут, вот она, клип старт, и вы видите, что вот эта черная фигня у нас пропадает, вот она, тоже, функция пойдет, и так, вот такая информация, значит, по кумполу, еще какая штука, значит, если мы выбираем наш кумпол, теперь его можно сделать побольше, раз нашлась вот эта штукенция, 0 на нампаде, так, ну, тут уже все нормально, и теперь семерка на нампаде, допустим, у нас есть первый кадр, ставим на первый кадр, прописываем и локрот, и, значит, до какого кадра должна эта, земля, наша вот эта, облака крутится, 250, да, ну, давайте, T, английская, откроем, транспорт, и просто ее тут, в какую-нибудь сторону покрутим, в какую там земля крутится облака, вот в эту, ну, чуть-чуть вот ее проведем, и, значит, и локрот, смотрим, и вы видите, что земля пошла кружиться, подгадываем под размер, значит, анимации, чтобы, ну, не было быстрых, вот таких движений, ставим, допустим, 500, Enter, и переведем вот это вот, G на 500, или делаем пол оборота кручения просто, ну, вот видите, что все равно еще быстровато это крутится, на вот эти 500 кадров, так, тогда это Delete удаляем, семерка на нампаде, опять же, у нас есть кумпал, ставим на 500 кадр, и делаем вот так, пол оборота, локрот, смотрим, что получилось, и вот, вы видите, на этот размер, она, за 500 кадров, значит, прокрутится, ноль на нампаде, смотрим, как это все дело выглядит, вот, облака бегут, даже можно еще меньше их поставить, так, это 500 кадров, сколько это у нас получается, 5 и 5, 25, 2, так, это получается, так, это у нас на 100 кадров, почти 5 секунд, это получается, 25 секунд, значит, анимации, вот такая штука, так, ну, вот такая информация, все, всем пока, до свидания, до свидания,